Всем здорова! Сегодня мы распакуем новый iPhone XS Max И даже, я просто даже не хочу говорить про цену этого смартфона Опять даже не хочу вспоминать про его стоимость, потому что это пиздец Такая цена, это, в общем, я не хочу просто этого делать Я взял себе этот смартфон по просто необходимости делать контент Вы все знаете, что я сидел на десятке В момент ожидания этого смартфона я продал десятку Уходил с Galaxy Note 9 и часами Samsung Galaxy Watch Galaxy Watch, собственно, и вот это дело все пришло Взял собственное пользование, кстати, достать этот смартфон мне помог магазин SkyUA За что им отдельное спасибо, очень забавная ситуация, чтобы вы знали, как вообще происходит сервис в Одессе Покупка первых iPhone'ов В первом 20 покупателям этого смартфона предоставляется еще и бонус В виде посещения блатного фитнес-зала, VIP-зона с полотенцем и прочими вещами В общем, это довольно забавно Оказалось, что я попал в первую 20 покупателей в этом городе И не то, чтобы я очень рад этому, но все равно интересное замечание Сейчас мы его распакуем, я скажу вам свое непредвзятое мнение про этот смартфон Постараюсь сделать это непредвзято, потому что если бы я был обычным, нормальным человеком Не техноблогером, то я бы не стал бы покупать себе это устройство Я бы остался на десятке, еще целый год ходил бы Но приходится брать Не то, чтобы я не хотел новый iPhone, но такая стоимость, это реально жесть Ну, давайте распакуем и про стоимость еще пару нюансов потом скажу Погнали Золотой цвет Вот этот смартфон лежит точно так же И я не уверен, что мне этот размер с точки зрения практичности и удобства подойдет в дальнейшем Может, я его продам, может, не продам Однако, видосов много сниму И потом мы уже с вами решим, что я буду с ним делать Поехали дальше Сказать, что я в каком-то слишком восторге Либо впечатлении от увиденного и от пощупанного Не могу, просто iPhone увеличился Вот и все Цвет Назывались золотой, но вот сейчас в свете наших фонарей Я его могу назвать просто бронзовым шампанем Вот такой вот цвет, да, универсальный цвет Самое важное, это вот здесь То, что находится здесь Понятное дело, наушники Lightning Ку-ку Понятное дело, просто Lightning Об этом немножко позже Вот это Одна амперная зарядка Мне кажется, что если этот iPhone подключить к этой зарядке И продолжать пользоваться смартфоном То он просто будет медленнее разряжаться Но не заряжаться Потому что это, это сразу так Пью В топку Сейчас я вам покажу, как буду заряжать его я Чтобы вы поняли всю бой, как бы И вообще всю схему быстрой зарядки На современном смартфоне компании Apple Для начала мы возьмем зарядный блочок от MacBook 81 Ватт Быстрее не придумать, наверное Конечно же, такую штуку в комплект было бы тяжело уместить Тем более он стоит отдельно баксов 150, наверное, в магазине Дальше мы берем родной кабель компании Apple Он идет Lightning и USB-A И, естественно, я не могу его уже сюда вставить Потому что здесь USB-C И также я не могу его вставить в MacBook Потому что здесь тоже USB Type-C Дичь? Дичь! Для этого мне придется взять, к примеру, переходник с USB-A на USB-C Который идет в комплекте у смартфона Google Pixel Воткнуть его сюда и сюда И тогда это дело все будет быстро заряжаться Насколько быстро, мы это еще с вами узнаем в других видосах И, кстати, пока я включал смартфон Вот пока настраивал просто первоначальную настройку Настроил Face ID Он почему-то начал уже по правой стороне у меня нагреваться Почему так произошло, я не понимаю Неужели это настолько ресурсоемкий процесс? Буквально пару дней назад Когда Тим Кук давал интервью одному авторитетному бизнес-изданию Его спросили, а почему iPhone XS Max такой дорогой? Знаете, что он ответил? Он сказал, что просто человек, который покупает себе именно версию Max По сути, этим смартфоном заменит себе абсолютно все гаджеты То есть, как это? Я чуть не понимаю А чем отличается XS Max от обычной, там, десятки, к примеру? Просто увеличенным экраном? И это что, является фактом того, что это устройство сразу заменяет тебе абсолютно все? Прям какое-то, я не знаю, молодильное яблоко? Вообще 200 грамм, полторушка? Как бы, а сколько еще должно стоить? Да, прям прикоснулся и оздоровился Да нет, вот я держу его в руках И не могу сказать, что он мне заменяет все Это просто увеличенный iPhone Я сейчас не пытаюсь как-то, не знаю, негатива нагнать на этот смартфон Я не могу сказать, что он вызвал у меня какие-то бурные впечатления Я держу в руках, вот, дешевый смартфон Honor 8X, да, грубо говоря У него тоже 6,5 дюймов экрана И они вот прикладывают просто два похожих смартфона, выполняющих одинаково одни и те же функции Понятное дело, что глупо сравнивать сейчас бюджетное устройство с iPhone, которое стоит дороже 1000 долларов Потому что технологический уровень другой Другой процессор, другой экран, другая память, другая камера, все другое Ну просто, по факту, user experience, да, он будет отличаться Но тут большой экран, там большой экран Каким образом iPhone XS Max заменит мне абсолютно все устройства на рынке? Я не знаю, хотя, конечно, хотелось бы, если бы оно так было, по факту Покупаешь себе одно устройство за полторуху Айфон тебе и планшет, и ноутбук, и телевизор, и жена умная, и так далее, и тому подобное Второй раз ловлю себя на мысли, что функция True Tone у экранов айфонов Это очень такая странная вещь Когда ты первый раз видишь ее включенной и думаешь, а что так все желтит-то? Проходит час, либо два, либо сутки И ты настолько привыкаешь к этому изображению, что тебе кажется все нормальным Потом ты отключаешь True Tone и понимаешь, в чем разница Разница в том, что в режиме True Tone идет минимальная нагрузка на глаза Реально, глаза не устают Но ответить на вопрос, когда его стоит использовать и когда его не стоит использовать Очень-очень тяжело, потому что для разных сценариев использования True Tone Как бы подходит по-разному Если вы, к примеру, работаете с фотографией или обрабатываете фотографию в каком-то приложении True Tone нужно нахрен отключать Если вы читаете текст, смотрите видео, либо же играете в игры В принципе, True Tone допустимый, и с ним будет комфортно У смартфона добавилось побольше антенн Антенка раз, два, вот здесь антенки И даже здесь антенка находится И из-за нее сетка динамика уже по-другому выглядит Здесь есть несколько семь точек в ряд А здесь четыре точки в ряд Но, конечно же, звук от этого навряд ли пострадает Потому что стерео у iPhone всегда было хорошее Больше всего меня интересует в этом смартфоне На самом деле только две вещи Это камера и запись звука Все У меня не было никаких претензий к десятому iPhone С точки зрения каких-то мультимедийных возможностей Возможностей процессора, памяти, экрана и так далее Мне интересно, насколько реально улучшили камеру Это мы обязательно проверим уже в отдельных видео А во-вторых, мне интересно, насколько изменилось качество звука Потому что здесь добавились стерео микрофоны, которые пишут стереозвук Мы даже, возможно, запишем на этот смартфон несколько влогов Просто как отдельных видео, чтобы продемонстрировать Как снимает камера в разных условиях света Днем, вечером, в обычной студийной обстановке И как он пишет звук Не будем обрабатывать звук, запишем немножечко позже Сейчас можно, в принципе, попытаться запустить камеру в видео И вставить вот это все дело в видос, чтобы вы понимали, как это происходит Вот так сейчас я тестирую камеру iPhone XS Max И сейчас мы вставим кусок этого видео в это видео Чтобы вы поняли, как записывает звук этот смартфон в комнатных условиях А вы уже в комментариях напишите, каково он вам, как качество, как звук и так далее Вставим кусок этого видео в это видео, чтобы вы поняли, как записывает звук этот смартфон в комнатных условиях Я не знаю, как он записывает звук, потому что надо попробовать в наушниках Но качество записи видео, конечно, впечатляет Вот в такой обстановке я каждый раз здесь сажусь Беру разные смартфоны, записываю сам себя, смотрю на картинку И вот сейчас я смотрю на экране этого смартфона Я не знаю, как оно будет выглядеть на экране вашего устройства Там, ноутбука с большим экраном телевизора, планшета или смартфона Но вот сейчас то, что я вижу, это прям видос записывает очень, очень круто Поэтому будем записывать влог, чтобы понять вообще возможности камеры этого смартфона Пока нормально, пока нравится Ребят, знаете, на этом все Распаковку завершили Первое впечатление я вам рассказал Местами негативное, местами положительное Как дальше будет складываться с этим смартфоном Какой контент про него делать С чем его сравнивать Какие сценарии использования Вы можете оставить это все в комментариях к этому видео Мы будем разбираться, что лучше преподавать вам в качестве видосов Потому что делать просто обзор как бы всегда успеется Да, обычные сравнивания тоже всегда успеются Потому что есть еще некоторые нюансы по iOS 12 Новые приложения, новое приложение Shortcuts, про которые нужно обязательно рассказать и записать отдельный видос Потому что там возможности приложения просто фантастические Они выводят функциональность iOS на совершенно иной уровень Это все будет Также я хочу сделать, что сейчас этот смартфон настроен с нуля Я хочу собрать топ актуальных крутых приложений для iOS И рассказать вам в рамках видео Какие приложения рекомендую лично я для использования на современном Либо же не только современном iPhone в 2018 году В разных категориях Если вам понравилась такая идея Ставьте лайк и напишите в комментариях Чтобы я знал, что да, вы хотите Также напоминаю, что мы до сих пор разыгрываем 4 смартфона Xiaomi Тоже будет по ссылке в описании к видео Все условия, если вы еще нет То давайте уже вот Всем пока Поскриптум Это первый смартфон, который я буду постоянно носить в чехле И возможно даже поклею защитное стекло Потому что за такие конские деньги Я понимаю, что ну его нахрен этот красивый дизайн Если это упадет и разобьется То я попаду как минимум на половину Какую половину? На полную стоимость этого смартфона Потому что в рамках Одессы Это никто нормально не отремонтирует Пока дождешься запчасти Сейчас взять нормальных аксессуаров в Одессе невозможно Для меня еле-еле нашли какой-то вот китайский кейс Который мне поможет просто тестировать этот смартфон В рамках сравнения с другими смартфонами В рамках сравнения фотокамер Потому что когда выбираешься на улицу Либо на пляж и сравниваешь качество камер смартфонов Там постоянно они вот так вот друг об друга трутся в карманах Потом песок попадает А в мобильные штативы все перетирается Этого я точно не хочу Придется теперь его заворачивать в целлофанчик Как мы это делали раньше с пультами от телевизора Вот теперь точно все